Вчера Стас Егоровский и в разных точках вот этой вот кривой. Вчера Стас Егоровский и в разных точках вот этой вот кривой. Чтобы поставить несколько точек вот здесь вот, в диапазоне от 300 до 400 гигагерц, десяток точек, допустим, здесь, ну и десяток точек вот здесь вот. И по вот этим двум спектральным особенностям можно будет однозначно отождествить, что это спектральные детали космологического происхождения. Дальнейшее исследование в этом направлении будет подразумевать пользу фруктуации уже пространственных и спектрально-пространственных. Следующий шаг. В первом приближении вот эти вот две детали, обязательно присутствующие в спектре, можно и нужно увидеть. Значит, что для этого нужно? С Земли это хорошо, конечно, говорить про 350 гигагерц, как некое окно прозрачности. Но все-таки, когда вы ищете такого малого масштаба фруктуации, или еще спектральные, выковыривать атмосферные шумы сложного спектрального характера тяжело. Нужно по возможности уйти от атмосферы вообще. Для этого, скорее всего, нужно подниматься в космос. Но любая задача по подъему в космос – это в первую очередь большие проблемы с техникой. Что можно ожидать по чувствительности? Значит, линия, которую я показывал на шаге, требует надежного измерения вот такой вот мощности. Значит, если наивно, так сказать, примитивно посмотреть, как это можно достичь, то с чем можно играть? Н – это число независимых измерителей температуры. Н – число балометров. Н – это полоса частот, в которой можно мерить каждую точку. Т – время наблюдения. Если взять в нужном нам диапазоне для Альфа полосу в одном канале 10 ГГц, 10 в четвертой, 10 тысяч балометров независимых измеряющих температуры, и примерно 10 суток накопления, то мы получаем фактор вот здесь, вот, порядка 10 минус десятый. Если у нас не будет шумов аппаратуры, или не будет меньше шумов реликтового излучения, то 10 минус восьмой, которые там были обозначены, мы, грубо говоря, запросто измеряем за примерно несколько дней прямого накопления. Если есть шумы, то вопрос, конечно, в том, сколько шумов. Что здесь нужно поставить? Похоже, что действительно современное состояние балометра таково, то, что основными источниками шумов будут не сами балометры, а окружающие их техники. Чтобы, опять же, избавиться от этого дела… Могли бы чуть подробнее рассказать насчет 10 и минус 21 ватта? Это просто ватт? Или какие-то кусочки на фоне такого сигнала? Нет, это просто ватты. Значит, это мощность излучения в линии. В линии, но там же полоса не очень маленькая. Значит, это в полосе 10 ГГц. 10 ГГц, но это же на 300 ГГц, да? Это скорее полоса аппаратуры, чем полоса линей? Нет, это полоса аппаратуры. Я понимаю, полоса аппаратуры, но у вас там хотя бы 3 кельтами-то есть. Значит, по отношению к 3 кельтами-то, как бы вы принимаете сигнал, который 3 кельтами-то есть. Значит, вот если… А у вас класса 10 ГГц, но таких 200-21 ватт у вас не будет. А сколько? Ну, у вас будет намного больше. 10-12. Несколько пиковатт, это полное… Это несколько пиковатт. 10-12 ватт. Ну да, пиковатт у вас получится, а не 10-12 ватт. Да, но линию, которую мы должны увидеть, 10-8… То есть, вы предлагаете выделить сигнал, который 10-12, на фоне 10-12. То есть, вы предлагаете выиграть 9 порядков сигнала шума. Да. При том, что это даже не шум, а шум, у вас еще будет порядок. Да. А вот я и говорю. Вот она говорит 10 суток копейки. Так вот я и говорю. Ну, я не уверен. Каких суток хватит. А я думаю, что другого. А куда глядить 10 суток надо? Сейчас скажу. Сейчас скажу. Значит, вот пока речь идет о том, что вот это полезный сигнал. Он 10-8 от фона привитого. Но это 10-8, а вот при этих цифрах аппаратурных мы можем позволить себе надеяться в виде 10-10. Значит, и… Если шумов других, кроме реликта, не будет, то 10-10 на два порядка больше того, что нам надо увидеть. 10-8. Так что, два порядка запаса. СКН-100. Но поскольку очевидно, что шумные будут не только реликтовые, а еще и аппаратурные, то вот вопрос в том, сколько здесь можно будет поставить. А вот 10-10 минус 21, там не ватный корень из герцена? Нет, нет, чистые ватны. Это при заданной полосе 10 гигагерц. Это в полосе 10 гигагерц. То есть, может, выяснили, как выяснили. Да. Ну, хорошо. Значит, я сейчас досхожу, а потом. Что предлагается? Предлагается поставить вот такую матрицу. Примерно 10 тысяч пикселей на этот самый, на МКС. Куда-нибудь в теме, так чтобы солнце не было видно. И спокойно себе корректно. Какие преимущества МКС по сравнению с остальными вариантами решения этой задачи? Длительный срок работы с Петровой. Откровение, ремонт, пополнение клада агента членами экипажа. Значит, не нужен свой источник питания, система связи. Все это можно привязать к тому, что мы на борту. Регулярные поставки груза позволяют поднять это дело в общем рабочем режиме. Низкая орбита относительно может считаться недостатком. Потому что это все равно существенно выше всего того, что вы можете сделать на Земле. Место установки на станции – это отдельный вопрос. И вот тут я должен формулировать основные ослабляющие факторы к реализации такого эксперимента. Первое. Матрица здесь нужна просто как матрица объемника теплового излучения. Поэтому в ней не предъявляется никаких специфических требований по кроссполяризации, по равномерному распределению пикселов по матрице. Нужно просто физически большое количество измерителей температуры. Значит, вот такая матрица, надеюсь, существенно проще, дешевле будет в изготовлении. Второе. Этой задачи не нужна антенна. Не нужны никакие специфические привязки к пространству. Потому что изотропное излучение существует везде. И я в этой связи напомню историю обнаружения веихто излучения. Когда впервые оно было обнаружено в Кулково человеком, который делал хороший радиометр на 3 см. И прибежал к парийскому, и говорит, вот отовсюду лезет шум. Вот какой-то шум. Рупор и так, и эдак, поворачивая туда и сюда, все равно есть какая-то постоянная составляющая. Вроде вылезал, все тракты, все на свете. Шум идет. Ну, его удавили, сказали, что такого не бывает, значит, диссертацию он защитил. Это вместо донецкой премии все. Да, он защитил на другом. Это некий был Тигран Шмол. 56-й год. То же самое повторилось в 65-м году. Когда ребята, был телефон, делали тоже хороший рупор, хороший приемник. И тоже лезет шум. Но у них, к счастью, в качестве консультанта был не парийский, а вот этот самый, Юлкинсон, который специально искал этот шум. Юлкинсон ему объяснял, что это такое. И они в статье таки написали, что это вот это вот. В результате они получили на древесину, хотя открыли это на 10 лет. Так вот, фокусом здесь является то, что вот этот самый шум, который мы должны видеть на разных частотах, он не зависит от направления. Этим можно пользоваться для того, чтобы отсеивать разные источники пространственные в виде шумовых галактик, самих прочих вещей. И это некое упрощение комплекта аппараты. Таким образом, мне кажется, что если такая задача будет воспринята данным собранием, то она могла бы стать очень хорошей демонстрацией и области применения разрабатывающей техники, не очень дорогостоящей, потому что она не требует каких-то специальных связей, типа специальных спутников. И что самое интересное, что программа на МКС будет финансироваться силами самой МКС. То есть, речь идет о том, что Роскосмос, такая энергия, которая обслуживает эту станцию, имеют достаточные деньги для того, чтобы ее туда разместить и обслуживать. И это тоже существенно упрощает. То, что при этом мы выходим на существенно новый научный уровень, это я долго говорить не буду, только немного скажу, что вот в заглавиях всех программ, которые мы сейчас обсуждаем, и Олимпа, и Бумеранга, и уже работающей программой Планк, есть так называемая Федсимея Розудовича, который, как выяснилось, он действительно интересен с точки зрения физики, интересен с точки зрения приложения космологии и скоплений галактик, но он существенно проигрывает на информативности относительно прямых измерений, которые там были сделаны по пространственной инфлактуации. Здесь, чтобы не создавалось впечатление, что я как-то принижаю роль Синяева в науке, ни в коем случае, я с ним знаком 43 года, у нас прекрасные отношения, но я позволю себе нескромность предложить в качестве следующего шага измерений, в телу очередь, может, нашего лаборатория, поиск эффекта Синяева-Дубровича. Вот, теперь могу ответить на вопрос. Скорее, вопрос, пожалуйста. Прошу. Там же вроде бы довольно значительное поле, где у вас форграунд, заметную долю вносит. Обычно, как я помню, вроде есть специальные такие типфилд, которые мерятся, так сказать, нет. Значит, вот дипфилд. Вот дипфилд. Нет, вот то, что планку виден. Это действительно. Это только в полярной зоне у вас этот дипфилд виден непосредственно. А так они за счет многочастотности инструментов планка смогли отделить то, что на переднем плане, от заднего. Как раз там принцип именно в том, что вам требуется несколько частотных каналов, чтобы выделять объекты, которые находятся ближе, а те, которые находятся сзади. И зоны, в которых почище, они находятся в полярной зоне. Значит, в силу отсутствия времени я не стал вдаваться в детали методические. Там действительно требуется разработка адекватной методики с учетом того, что должны рассмотреть действительно какие-то более холодные образы текста. С учетом излучения галактики. Там много чего. Тем более, если в риме не есть. Но это все можно отдельно осудить. Но это не принципиальная проблема. Если люди научились до 10-7 фактически здесь вычищать для поиска пространственных футуаций, то поиск чистоспектральных пространств и футуаций, которые можно выделить как постоянную составляющую при модуляции диаграммы, вы можете сделать. У нас нет, у нас надо очень детально проработать этот проект. Это обсуждали. Получить нужную поддержку комьюнити. Значит, насчет поддержки комьюнити. Хочу вам сообщить, что на самом деле такой проект сейчас Синяев будет проталкивать через американцев. Он из Гаршинга уехал в Принск. И 27-го года в январе я с ним общался на празднование в его 80-летие. И мы выпили за спектральными исследованиями. Он сказал, да, конечно, это первая задача, которую мы сейчас будем делать. Значит, цифры, которые он называл по вот таким вот фактически 10-8, 10-9. а по спектральному пространству, по спектральному флактуации, для того, что типа, что я говорю, мы можем скопить фактически на юг. Здесь нужно каждую деталь прописывать и время интегрирования по одной какой-то там мальчатюрке. Большой набрать трудно. В то же время ну вот такое-нибудь яркое пятно. Фактическое время интегрирования на нем 10 суток набрать невозможно, потому что вам нужно все неправо с хорошим пространством и разрешением. Для спектральных флактаций, когда они связаны с направлением, вы можете копить достаточно. Можно тоже вопросик. Да. цифры такие, которые назвали аппаратурно, они производят очень большое впечатление. Очень сильное впечатление. Но есть и еще такие моменты, которые связаны уже именно вот с этой космической станцией. У нее там тоже ведь свои заморочки, которые как-то у вас пока нигде не фигурируют. Они поведены... Не исследованный вопрос. Да. Я отдаю себе отчет о том, что они действительно действуют. В частности, поскольку там люди и воздух, то вообще говоря, вся эта станция вот так окружена своей собственной атмосферой. Поэтому то, давайте вынесем за атмосферу, мы недалеко вынесем. 10-8 вот эти вот, я думаю, там будет гораздо больше самих этих газов. Что касается газов вокруг станции, я согласен, что они принципиально есть. Я сильно сомневаюсь, что давление газов вокруг станции даже равно. Даже если бы оно было равно атмосферному давлению, набор по интегралу на Земле, это на расстоянии десятки километров высота атмосферы, здесь это в лучшем случае десятки метров. Так что три порядка по поглощению. Если в районе 350 ГГц, теоретически мы даже на Земле можем это делать, то уже на станции это будет большим запасом. что касается фоновых тепловых излучений и всяких там двигателей, энергетики какой-то, которые входят, электростатики, станции, там масса проблем. Но в этом и заключается первый шаг задачи исследовать эту станцию в этом направлении. МКС готовы этим заниматься, как мне сказали. Но вроде бы есть какие-то, я помню, есть всякие исследования по так называемым поправкам к плану, которыми активно занимались того, чтобы обрабатывать уже, так сказать, тонкие данные из планка и такой вот профессор Хираты, насколько я помню, он занимался, как это родилось ему, когда он был студентом. Но он занимался этими тонкими поправками. У вас как-то отличается? Я могу сказать, чем занимается Хирата, тем более, что мы с ним двигались по одной дорожке, встречались пару раз на конференции, очень мило общались. Там речь идет немного о другом. Хирата занимается изучением динамики рекомбинации, которая позволяет уточнить, какой спектр мощности в актуации пространства. У меня тоже полтора десятка статей на эту тему. Мы вместе и в Гершинге встречались, и во Франции, в Париже. Так что Хирата занимается другим. Петраль он не занимается. Хотя я надеюсь, что если эта программа будет принята, то мы с ним пойдем. я очень хотел, чтобы он в этом не научился. Спасибо. Коллеги, давайте отпустим Виктор Константинович с благодарностью. интересная ответственность. Если мы с вами окажемся на МКС, а это реально, то пожалуйста готовимся к презентации. Я был сам поражен в САД. Попал в РКК Энергия, на корпус руководитель обладировал полетов. Он мне лично сказал, что да, ребята, к сожалению, космонавтам нечего делать. Научные программы МКС на сегодня не догружены. Если есть какие-то идеи, приносите. У нас есть средства на реализацию этих идей. Конечно, нам они платить не будут, но они с нас денег брать не будут, потому что вы понимаете, я дорогой удовольствую. Так что это здорово. Спасибо, Виктор. Продолжаем обсуждение наших экспериментальных занятий в лаборатории в том корпусе общежития. Антон, пожалуйста. Я в своем докладе попробую рассказать то, чем мы здесь занимаемся. Это характеризация наших приборов. здесь сразу обозначить, что прибор нас будет характеризовывать и в плане положения, а в плане уже, так сказать, устройств, которые поднимают основы. Поэтому сейчас, если я буду говорить с пятицами NFC и что-то подобное, это не сам баллон, а конкретную структуру. То есть устройства готовлены в основе. И прежде, чем перейти, я хочу сказать пару слов по поводу шумового согласования. по проведеску севчера вызвала. На самом деле у нас заказчик это усилитель наш. И с точки зрения наших измерений у него есть две важные характеристики. Это шум напряжения и шум торга. Когда говорят, что у нас усилитель 5 вольт, это на самом деле неправильно, потому что считается, что у нас согласовано сопротивление 1 мегаом, то значит, что общий шум получится в районе 10. Что значит, что с 1 мегаом, это значит, что токовый шум на таком сопротивлении не дадут значение больше, шумовое напряжение в усилителе. Я покажу в корнях 7 квадратных. Ну да, ну правильно. второй вопрос в том, что усилитель буквально на самом деле бесполезно рассматривать без учета то, на что он нагрузил. помимо шумов усилителя на 300 гГц все-таки вылезают шумы на этой стороне на 2 мегаом, я не представляю, что и большие, но все-таки где-то 8 введен нановольф в таких пределах. Ну и собственно все-таки на 2 среди. Вот здесь еще картинычек со спектром показывает, что на самом деле мы даже видим влияние вайс-резисторов на исследование с инструкцией. То есть если там на 200 мегаом на 200 мегаом кто-то может уверить, то видно, что на 20 уже там видно влияние шума от задающих резисторов. На данный момент мы используем два основных усилителя. Это верхний от 245 и опасный 111. Если это с первым параметром, это шумное движение, все более-менее понятно, его практически во всех руководствах указывают, то второй параметр достать иногда немного сложно, не все не знают, или не указывают. Мы попробовали тоже померить токовый шум, усилитель, сравнение, левая картиночка. Это шум напряжения для различных усилителей. И справа собственный тест. Это нагрузка усилителя на холодную нагрузку различную, из которой можно достать токовый шум усилителя. Как видно, он составляет примерно те же значения, что и паспортные шумы, высчет на того, у нас не один усилитель, они работают в паре без профессионной схемы. Хотелось увидеть сначала кликер-шум тока, но как бы он не очень заметен в сравнении с кликером шума напряжения. И усилитель опасства 11, как видно, у него на порядок меньше токового шума, что дает нам возможность залезть в более высокоомную область баломет и кардинально не испортить шумовую обстановку. По напряжению он шумит, да, где-то есть. Но когда мы говорим про высокоомную структуру, он нас спасает. Зачем нам говорить про максимальную структуру? Похоже сказать. Ну, здесь как бы схема эксперимента по оценке эквивалентной шумовой мощности балометра в предположении того, что это устройство завтра встанет в телескоп. На самом деле вот этот так оптический стакан, так скажем, он у нас выполняет верхнюю. Первое это ограничение области видимости детектора. То есть на самом деле детектор, который у нас положен в серединке он смотрит только в черное тело, то есть не хватает стенки нашего креоцитата. В тех углах, где он это тело не видит, он видит холодные стенки, равные своей рабочей температуре фонарды. Ну и тем самым мы получаем как бы симуляцию сходящегося пучка в телескопе. Ну тут показаны вольтамперные характеристики для баллометра для последней для баллометра последнего дизайна, то есть focal plane array. На самом деле эти характеристики нам пока ничего не дадут, и мы ничего вытащить не можем по причине того, что вот тот элемент, стрелочка, который черный подозначен, у нас отсутствовал во время проведения экспериментов. Ну и в таких экспериментах на самом деле самое сложное это оценить адекватную мощность подающую на детектор. Если как бы с отвлеком вопросов меньше, у нас на решетке получилась достаточно хорошее видно на разных температурах, достаточно все понятно, однозначно получается. А вот с расчетом мощности, которая приходит на детектор, можно легко ошибиться. Ну, считать предлагается по известной формуле планка, здесь показано распределение спектральное слева зависимость мощности излучения планковского излучателя, а слева картинка когда мы проинтегрировали эту мощность по частоте 250 это как бы мощность среза нашего фильтра выполнена из монетки которая представляется для предельной волноватки на частотах примерно 220-250 гигагерц. Ну, самый главный ролик, который мы можем отсюда сделать, что при отсутствии фильтра необходимого. Если мы греем тело не выше трех кельминов, то основная мощность сконцентрирована в интересующей нас частоте. Выше нагреватель его конечно можем, но что там получится вообще неизвестно, потому что здорово уходить в частоте этого высоких частот. Ну, и самый интересный момент это адекватно все посчитать. первое, что пришло на ум, как бы, если баллометр гарантированно смотрит в черное тело, то, казалось бы, он и должен мерить температуру этого тела. Потом немного подумали, оказалось, что это и так, вот из-за чего. В худшем случае у нас диаграмма направленности образца с баллометром не согласовано, скажем так, с падающим лучом. Ну, а в худшем, то есть в лучшем мы его просто не знаем, где там, например, попадает. В случае его согласования диаграмма направленности приходит следующее, то есть баллометр как бы видит излучение, приходящее в определенном угле, но и как бы и сам в свою очередь рассеивает его не в том же угле, а как бы во всем угле определен ему и в определяемом его диаграмме направленности. В данном случае, когда эпидемиологическое согласование попадающей в кожу мощности не происходит и, наверное, применять такой подход нельзя в этом случае. Расчеты показывают, что он может достичь эффективности после 90% диаграммное право попадает? Прямо для того, что воздавали. Все так работают. Начиная с Херш. Летает уже. В горшке. Как раз и не. Там, наверное, ропор стоит, это согласовывает? Нет, не же. Филтеррейтор что называется. Считай статью Гриффина и потом дальше последующие продвижения. Такой подход дал бы нам мощность порядка 2,7 пикават. Если считать более честно, интегрируем мощность поопертое реферное тело в области видимости детектора и рассчитывая телесный угол в зависимости от положения к точке, которая в данный момент под интегралом, получаем немного другое значение порядка 0,6 пикават. Для случая с кросслот-антенной получится для первого метода 0,2 пикавата, для второго, то есть интегрирование мощности по афертуре получается порядка 0,1 пикавата. Ну и вот еще формула есть. С учетом того, что баллометр принимает полностью пространственную моду в классе 600 гигагерц на централе 350 получается где-то с учетом того, что он принимает только одну поляризацию. На самом деле видно, что цифры отличаются не сильно как раз в 3. В принципе, наверное, говорить на то, что мы можем довольно адекватно оценить то, что у нас получается. Видно, что цифры по мощности отличаются от тех, что нам нужны. Техническое задание у нас порядка 30 пикават, но греть выше мы не можем по причине отсутствия фильтра. Ну, и что получилось? Вот слева шумовая картина для полометров скроссот антенны. Тут все получилось достаточно довольно ожидаемо. Шумы там 20 нановольт это дает нам оценку NAP порядка 7, может быть, по 7, надеюсь, на 17 ватт. ватт на не сберется. В случае с focal plane array получилось все не так гладко, что мы получились порядка 250 до 300 нановольт, причем как говорили, что это не зависит от сопротивления балленту, потому что мы уходили в заведомую низковомную область. с теми данными, что есть, получается 200 порядка 2-3 на 10 мин 16 ну и с такой нагрузкой понятно, что подобный шум приведет увидеть сложно ну и невозможно. Это немного ниже результаты, которые в предыдущий раз показывали. Когда на клаве фактически баллометр полностью в аппаратуру черного тела, принимал расчетные машины с гарантированным вне зависимости от его диаграммы направленности. Но это дает приблизительно оценку того, что мы могли бы получить из-за подставленного баллометра к условиям заказчика. Ну вот еще пару слов про шумы видно тут в пике. На самом деле вторую функцию, которую выполняет под этот оптический стакан мы пытались сделать как и положено двойной экранированной дополнительный экран, который соединяется с нашей электроникой дополнительными экранированными проводами. То есть у нас получается один экран это сам криостат, а второй дополнительный по уровню защиты с одной стороны закрытая область для низких частот вот этого стакана и гранированных провода. Но на самом деле это дало результат, но не совсем те, которые хотел уже. Вот эта картина, когда у нас включена стабилизация, все стойки работают, достаточно хорошо на самом деле сравнить с тем, что было в начале. но когда мы проводим контрольные измерения, которые могли показать предельные характеристики, мы имеем возможность отключить все оборудование минус на 7-10, чтобы эти температуры не сильно было. Вот уровень, который мы сейчас имеем, будет порядка. Вот то, что здесь показывают. почему такие графики не привожу? Потому что хочется быть уверенным в температуре, которая там, потому что мы теряем соответственный контроль температуры, что там может поплыть и не совсем понять. Поэтому приводится то, что есть в поевом режиме. Хорошо, наверное, для сравнения было. Просто померить и привести. Вот получается совсем выключен. Да, я понимаю. Я имею в виду рядом. Стоп. На самом деле понимать. пики убрать просто туда-сам и получится. Что мы вливаем? Здесь средства и все же там и получается. Итак, на такие графики хорошо приводить здесь и включено выключено. Наверное. Первое, что хочется, это согласование диаграммонаправленности, потому что это сознательно урезаем чувствительность нашего прибора, потому что просто большинство мощности мы... Дирей, она принципиально так, я возьму любую там картинку, грибина, и ты увидишь, как входит через апертуру и как диаграммонаправленности сюда смотрят. Ну, все там анализируется, рассматривается, эффективность находится. То есть, это рабочий инструмент, где принимают это дело, рассмотрение, безусловно, и об этом пишут, вот, и вам рассматривают все характеристики. Читаю его, обзорную статью, очень хорошая статья, по анализу. Я предлагаю сделать простой эксперимент, ограничить что-то слизимостью каким-то углом, потом другим, скажем, два раза больше, сразу все вытянет. Может быть, я бы остановился на 17-й градусе, который с нами спрашивается. Согласен. Но, в случае с второй, сросло контента, сейчас пока, сейчас даже пока лучше, больше, то есть, нужно делать то, что нужно, и там посмотреть. Ну и второе, что в пользу? Там будет же больше. Там 18 градусов, то есть 17. Второе, что очень хочется, в связи с тем, что мы теперь имеем возможность получать сигнал фильтрованный в нашей области, можем подогнать область, может помочь на себя, на ту, которая нам теперь требуется. Конечно. Эксперимент будет более адекватный. Я снова. Нет, я сказал бы, что фотонный шум наблюдать все равно на помощь, все равно будет хорошо это будет поддерживать. Но потом, я понимаю, я говорю про то, что нужно, но потом, конечно, нужно все делать на той мощности, которая нам нужна, на которой задание. Я бы сказал, не обязательно 38, можно половину, 50 процентов, достигающие по новому, 50 процентов эффективности, это нормально. Но. Они вот нам дают мощность, приходящуюся, я так понимаю, на квадратные. Да. А мы берем, ну не все, получается. Получается, мы ее не все берем, только числе и обзор. Не все тогда нужно смотреть и делать так, чтобы то, что нам отведено, 5 на 5 миллиметров, чтобы мы это использовали. И, конечно, начали, но, возможно, еще задавайте, прошу. Ну, тогда начнем обсуждать. Ну, тогда. Да. Да. Ну,